Уравнение вида y2' плюс py' плюс qy равно 0 называется линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Здесь p и q некоторые константы. Старшая производная неизвестной функции y – это производная второго порядка, поэтому уравнение второго порядка. Неизвестная функция y и обе производные в первой степени, поэтому уравнение называется линейным. Справа от знака равно 0, поэтому уравнение называется однородным. Итак, линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка p и q – это некоторые константы, поэтому с постоянными коэффициентами. Рассмотрим соответствующее характеристическое уравнение. Второй производной функции y соответствует квадрат некоторой переменной лямбда плюс p умножить y' производной первого порядка соответствует лямбда в первой степени плюс q – y у нас производная нулевого порядка, а значит лямбда в нулевой степени – это единица, то есть просто q равно 0. Мы видим квадратное уравнение относительно лямбда. Рассмотрим три возможных случая решения квадратного уравнения. Первый случай. Дискриминант равен нулю. В этом случае у нас два равных корня или корень второй кратности лямбда, вещественный корень. В этом случае общее решение данного однородного уравнения будет выглядеть следующим образом. c0 плюс c1х умножить на е в степени лямбда х. Второй случай. Дискриминант больше нуля. В этом случае у нас два вещественных корня, неравных между собой. Оба корня вещественные. В этом случае общее решение нашего однородного уравнения будет выглядеть следующим образом. c1 е в степени лямбда 1х плюс c2 е в степени лямбда 2х. И третий случай. Дискриминант отрицательный. В этом случае квадратное уравнение имеет два комплексно сопряженных корня. альфа плюс минус бета и тогда общее решение однородного уравнения записывается следующим образом. е в степени альфа х умножить на c1 косинус бета х плюс c2 синус бета х. Рассмотрим следующий пример. y2' плюс 3y' минус 4y равно 0. Это линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Для того, чтобы решить такое уравнение, необходимо рассмотреть соответствующее характеристическое уравнение. лямбда в квадрате плюс 3 лямбда минус 4 равно 0. В данном случае дискриминант у нас положительный. Не сложно найти корни данного квадратного уравнения, воспользовавшись теоремой Виета. 1 и минус 4, действительно, произведение 1 и минус 4 это минус 4, третий коэффициент, сумма 1 и минус 4 это второй коэффициент с противоположным знаком. Тогда общее решение однородного уравнения, а это у нас второй случай, записывается следующим образом. c1, константа c1 умножить на e в степени лямбда 1х, то есть 1х, запишем просто х, плюс c2, e в степени лямбда 2, то есть минус 4х. 1х, рассмотрим следующее уравнение, запишем соответствующее характеристическое уравнение и решим его. Слева от знака равно мы видим полный квадрат суммы лямбда плюс 5 в квадрате равно 0, отсюда лямбда равно минус 5, это корень второй кратности. Итак, в данном случае дискриминант равен 0 и у нас 2 равных корня или 1 корень второй кратности. В этом случае общее решение однородного уравнения записывается следующим образом. Константа c0 плюс константа c1 умножить на переменную х умножить на e в степени лямбда х, то есть минус 5х. И рассмотрим третий пример, выпишем соответствующее характеристическое уравнение лямбда в квадрате минус 8 лямбда плюс 20 равно 0. Второй коэффициент нашего квадратного уравнения число четное, k равно минус 4, запишем формулы для нахождения дискриминанта d1, в этом случае k квадрат минус ac и формула для корней лямбда 1, лямбда 2, это минус k плюс минус корень из d1 делить на a. Итак, в нашем случае d1, k в квадрате минус 4 в квадрате 16 минус ac минус 20, это минус 4, дискриминант у нас отрицательный, то есть у нас с вами третий случай, найдем корни. Итак, лямбда 1, 2 равно минус k, то есть 4 плюс минус корень квадратный из минус 4 делить на a, то есть на 1. Получим 4 плюс минус корень квадратный из минус 4, это корень квадратный из минус 1 умноженный на корень квадратный из 4. Корень квадратный из минус 1 это i, корень квадратный из 4 это 2, 4 плюс минус 2i. мы получили два комплексно сопряженных корня нашего уравнения действительная часть α равно 4 мнимая часть β равна 2 и мы уже готовы записать общее решение нашего однородного уравнения общее решение однородного уравнения равняется e в степени αx, то есть e в степени 4x умножить на c1 косинус βтх косинус 2х плюс c2 синус 2х